Ольга Устинова, Брещанка, уже давно и долго страдает от болезни артрит. Печально, но женщина нигде не может найти облегчение своим страданиям. На прием к доктору из Минска записалась, надеясь, что поможет. Рекомендации весьма хорошие. Затяжную форму такой болезни, как артрит, вылечить нельзя. А вот облегчить страдания можно. Анатолий Рекун дал стоящие советы и рекомендации. Пришла я вообще-то с артрозом. Ну, дал рекомендации очень даже хорошие. Теперь буду пользоваться его, то, что он мне написал. Ну так, толково объяснили. Очень толково, молодец. Я не жалею, что я даже пришла. Кандидат медицинских наук, врач-ревматолог высшей категории медицинского центра ЛАДЭ города Минска Анатолий Рекун специализируется именно на диагностике и лечении ревматических заболеваний. Подчеркивает, что таковых пациентов становится с каждым годом все больше. Его, как практикующего доктора, уже не удивишь, что на прием приходят все более молодые люди. Такие жалобы, как колено болит, шея не гнется, позвоночник затекает, где-то там хрустит, трещит, слышит постоянно. По опыту работы и по статистике, которая ведется в организации здравоохранения, самое частое это остеоартроз. Практически 10% всего населения страдает этим заболеванием. Ну, а на втором месте ревматоидный артрит. Очень часто в последнее время стало встречаться подагра. Наверное, связано с нашим образом жизни. Что называется, от хорошей жизни появляются вот такие заболевания. Для каждой группы заболеваний свои возрастные категории. Если говорить об остеоартрозе, то да, это больше характерно для людей пожилого возраста. Хотя в последнее время на фоне признаков дисплазии и соединительной ткани встречаются уже и в более молодом возрасте. Потому что имеются какие-то варианты генетической предрасположенности. Ну, а воспалительные заболевания суставов и позвоночника – это удел более молодых людей. К Анатолию Людвиговичу приходит с надеждой. Поможет, посоветует, избавит от боли. Болят руки. Суставы? Да, суставы. Давно? Хочу. Ну, уже около двух лет так получилось. Что немножко неудачно или повернулось, или что, не знаю. Ну, вот так. Как случилось? Обращались к каким-либо специалистам? Ну, обращалась. Обращалась к своим, к неврологу, к ортопеду. Ну, лечение назначали, но как-то так слабовато. Слабовато, так слабовато. Что хотите услышать от доктора? Ну, хочу услышать какую-нибудь консультацию от доктора. Ну, как всегда, мы ждем чего? Чего-то лучшего, чего-то хорошего. То, что бы помогло. Ну, вот так. Ну, конечно, есть. Если бы не было, я бы сюда не пришла. Конечно. Надежда умирает последней, но, к сожалению, коварство ревматологических заболеваний в том, что они становятся хроническими, и с ними люди живут. Большинство заболеваний в ревматологии хронические. То есть, если возникло, оно уже надолго, на долгие годы. Но задача врача, ну, привести к состоянию ремиссии. То есть, когда на фоне существующего заболевания, но продолжающегося лечения в поддерживающих дозировках, симптомы заболевания не беспокоят, лабораторные показатели сохраняются в пределах нормы, и человек чувствует себя как здоровый. То есть, никакого дискомфорта в жизни не испытывает и ведет обычную повседневную активность. Что касается остеоартроза, остеопороза, ну, это тоже хронические заболевания. И, опять-таки, задачи с помощью определенных методов лечения, поддерживающих терапию, тоже достичь хорошего качества жизни. При первых звоночках, таких как воспаление суставов, боли в них, скованность движения, непонятное повышение температуры, следует сразу же обращаться к врачу. По таким первым звоночкам и начинаем разбираться с пациентом. Ну, вот появилась температура, но через пару дней она прошла. Появилась какая-то боль, но она прошла, и не человек просто привыкает. Ну, там что-то в спинке побаливает, или коленка при ходьбе что-то побаливает, или при подъеме по лестнице. Ну, ведь болезнь, она там есть, правда же? Да, конечно, часто бывает, что клинические проявления наступают позже, чем какие-то структурные, морфологические, ну, на уровне, там, тканей и так далее. И, конечно, надо ориентировать людей, что надо вовремя обращаться, чтобы как можно раньше выявить заболевание и вовремя начать лечение. Ревматизм – болезнь, которую назад не откатишь. Суставы не станут новенькими. Врачи-ревматологи помогают не дать болезни развиваться дальше, а потому ранняя диагностика при первых симптомах и квалифицированное лечение – это залог вашей полноценной жизни.